Девочка-пай 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 Сотрудничество Иркутского художественного музея и Эрмитажа без малого насчитывает столетнюю историю. Почему столетнюю, спросите вы? Потому что в 1928 году из государственного Эрмитажа в коллекцию художественного музея была передана картина «Моисей со скрижалями» Василия Шубуева. И сегодня в рамках празднования юбилея Иркутской области новое открытие, новая выставка. И не просто выставка «Союз земли и воды» декоративное прикладное искусство из сокровищниц государственного Эрмитажа, но и большая программа «Дни Эрмитажа в Иркутской области», которая проходит у нас впервые. Я думаю, для любого региона подобные выставки – это, безусловно, очень значимые события. Для нас очень приятно, что Эрмитаж пошел на встречу, подписали с нами соглашение. Я не могу сегодня с этой площадки не поблагодарить всех организаторов «Газпром Инвест», который очень активно включился в эту работу, помог ее организовать. И благодарим сегодня эта выставка, доступная для всех жителей Ургутской области. И уверен, что мы в дальнейшем будем в свое сотрудничество совершенствоваться и поднимать его на новые упоры. Мы очень давно ждали приезд в Иркутскую область, в Иркутск, лучшего музея нашей страны. Это событие сегодня случилось. И привезли сюда не только замечательную выставку, но и ту атмосферу Санкт-Петербурга, в которую хочется погружаться вновь и вновь, и в которой филиграммы переплелись множество эпох. Мы просто сегодня счастливы от того, что это случилось. Мы как раз с Павелом Владимировичем познакомились в декабре, и вот сейчас у нас сентябрь. И благодаря вот такой слаженной партнерской работе, благодаря вашей помощи, Павел Владимирович, это состояло. Путь был нелегкий и тернистый, но тем не менее это мы сделали. Еще хотелось бы сказать, что компания «Газпром Инвест» пришла, пока небольшая сама реклама, в 2019 году в Иркутск. Мы занимаемся обустройством Калкутинского месторождения и, так скажем, наращиваем свое присутствие в Иркутской области с помощью таких прекрасных мероприятий, не только в культурной жизни области, но и в дорожно-строительной области, и в сельском хозяйстве. Друзья, я только что подписал книгу, посвященную Эрмитажу, которую мы дарим Иркутскому художественному музею, и написал в день открытия Дней Эрмитажа. Действительно, мы начинаем сейчас, в этом году, громадную серию мероприятий, которые называются Дни Эрмитажа, примерно в около 10 местах России будут проведены Дни Эрмитажа. И первый – это Иркутск. Я с этим вас поздравляю. Я думаю, что для нас это очень важно, и думаю, что для Иркутска это интересно. Это продолжение нашего соглашения с Игорем Ивановичем Кобзиумом, который мы подписали, сотрудничество с Иркутском. И вот Иркутск входит в это созвездие активности. Ведь знание и чувство – это то, что дает нам свободу, уверенность в себе, дает нам, наверное, желание жить красиво и жить успешно. И особая признательность за то, что это все составляющая проекта «Пушкинская карта». И наши дети, и молодежь смогут увидеть самое лучшее, именно сокровище. Низкий поклон вам. Спасибо огромное за такое счастливое событие. Спасибо. Дорогие друзья, к тем добрым словам, которые уже были сказаны, я добавлю только то, что очень надеюсь, что выставка, которая с такой любовью создавалась сотрудниками Эрмитажа и с такой любовью была принята здесь, в Иркутске, в Иркутском областном художественном музее, в лице его директора Натальи Сергеевны Сысоевой и всего коллектива. Я надеюсь, что эта выставка будет интересна для жителей Иркутска и Иркутской области. Каждый, придя сюда, найдет источник для радости, для наслаждения, для размышлений и постарается ответить на вопрос, в чем же состоит союз земли и воды. И в завершении церемонии я хотела бы преподнести Натальи Сергеевне по поручению директора Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского издание об Эрмитаже с его приветственной надписью. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»